Беларусские улады гучно обвестили про достигнение нафтовых домовленностей с Россией. По ставкам быть, кажут в Венску. Гучить оптимистично, тем более, что кошт на российскую нафту для Беларуси зараз на узровне 16 долларов за баррель. А лево все, и гэты бочцы меду есть и лишка дзёгтю. Игар кулей протягнет. Российская нафта каштует уже тоней за воду в бутыльках. На фоне гэты информации слова Александра Лукашенки про одновление российских поставок у Беларусь на перший погляд выглядали абсолютно правдиво. Але почувший реакцию российских чиновников, складается уражене, что Менск проводит спланованную информационную спецоперацию. Совершенно неизвестно до сих пор, согласились ли российцы на какие-то условия. Потому что буквально вчера замминистра финансов Российской Федерации сказал, что нет. Тот вариант, который озвучил наш премьер, с компенсацией межбюджетной части премии, не обсуждается и не прорабатывается российским Минфином. Так что ясности с этим вопросом нет. При таким несупадении заявок уносовываются три варианты. Первый, что беларусы выдают фантазии за реальность. Другий, что это святомый информационный шантаж. Третий, наименьш правдоподобный. Российский высокопоставленный чиновник, не ведая, что его нае ведомство будет компенсовать беларускому боку пелные страты. Спадзеваться на опошний вариант довольно наивно. Бюджет нашей усходней суседки различывали, заходящей с коштов на нафту, на узровне 42,5 долларов. Зараз эта личба в два раза ниже. Зараз российский бюджет дефицитный. Выпадающие прибытки будут погоняться за фонду национального добробыва. Додатковых грошей, чтобы давать компенсации податкового маневра или еще что-то компенсовать Беларуси, нет. А вот вариант со святомым скажением информации с боку официй на Гаменску выглядит больше моверно. Еще два тыдни тому беларусский премьер-министр Сергей Румас звязывал падение сусветных коштов на нафту с большей дамовоздольностью Москвы. Так бы, мовить, рыхтовал публичную думку да прарыву на перемовах. Перед гэтым были размовы про поставки нафты реверсам прас Польшу, ды заявы США про махчымасть цалкам забеспечить Беларусь сыровиной. Усё гэта мела мало супольнага з реальнастю, але блеф при такой гульни так сама можа дать выник. Памеж Польша и Беларусью были размовы, сам факт подтвердили польские компании. Але никто особливо гэтаг не афишевал, бо на факт диверсификации поставок у Беларусь треба глядеть в большшироким контексте. Гэта не токки про экономику, але и про политику. Сам факт гэтых размову знашна палепшую ситуацию Александру Лукашенко, пермог з Росеей. Наводкали уявить собе, что пасля чатырох месяцев пасутности нафтовой блокады беларусские нафтоперапрацовчие заводы змогуть вернуться до працы с полной загрузкой, откарковывать шампанское заучасно. Бо вслед за падением коштов на вуглеводороды у Крутое Пике отправилися и оптовые цены на нафтопродукты, які Беларусь экспортовала у значных объемах. До того ж за 4 месяцы неприсутности на своих традиционных рынках беларускую долю заняли и іншые поставники, а эпидемия коронавируса зменьшила сусветное запотрабование у палеве. Легко заробить на нафте тонейшей заводу не отрымается. Вообще европейский рынок нефтепоставок, по всей видимости, уже идут серьёзные изменения и ждут ещё более серьёзные. Так что по этому вопросу ничего сказать нельзя, но можно только прогнозировать уверенно, что конкуренция увеличится. Але головное питание, якое повстоя после анонсу беларуских уладов про обновление поставок с Россией, что будет с диверсификацией? Про потребность, якой, годами твердят эксперты, про якую и сам Александр Лукашенко недвузначно выказывался. И говорят, вот Лукашенко умеет считать, он на это не пойдёт, он не будет там покупать норвежскую, американскую, саудовскую или азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. И Путин задаёт вопрос, слушай, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять на коленях. Коли гульня с альтернативными поставками только блеф, скерованы у бок России, то суседние краины, с якими ишли размовы про альтернативную логистику, могут надолго запомнить гэты несябровский крок. Логика Российской Федерации на фоне конфликта с Одескарай, на фоне падения коштон на нафту, коли может, так сказать, залить Беларусь нафтой, как наши НПЗ технично не могли перепрацывать нафту с инших краинниц. Але пытание о том, что коли Беларусь черговый раз купится на такую пропонову, то в принципе она истотно обтяжарит себе махчимость будущей политичной и экономичной гульни. Это означает, что при повторении такого кризиса он повторится, найти альтернативу будет у краев тяжко. Навод, коли принять, что домовленности из России о поставках нема, долготерминовый низкий кошт на нафту саправды може примусить российских поставников забыть про додатковые премии. За опошние два тыдни международные трейдеры не продали на спотовым рынку неводной парты нафты из России. Яна дорожайшая за Саудовскую, а пропанова на рынку большая за попыт. Мара Менску може сполниться. Гэтым разом Беларусь будя больш патрэбная России, чем на дворот. Але якой великой не была б спакуса вернуться на 100% поставки из России, у стратегічном плане Гэтта означает, у черговый раз наступить на те же самые грабли.